Жаворных мало отдыхает, целый день заливисто поет. Вечер памяти поэтов Владимира Сосина и Валерия Голубева собрал в библиотеке имени Горловского, полный зал почитателей и последователей их таланта. В разное время оба возглавляли литературное объединение свиток, которое с 80-го года прошлого века дает поэтический старт тем, кто хочет покорять просторы рифмы и слова. Каждый, и Владимир Сосин, и Валерий Голубев, оставил свой неповторимый след. Даже спустя годы, тем, кому посчастливилось быть знакомыми с ними, вспоминают о встречах, порой судьбоносных. Потеря Сосина и для свитка, и для культурной жизни района и города – это очень тяжелая потеря. Но, тем не менее, свиток продолжает традиции Сосина. И у нас в Пересвете тоже под моим руководством организовалось литературное объединение «Виток». Чувствуете, свиток и виток. То есть это мы говорим о том, что у нас виток – это свитка. Лично знаком был много лет и благодарен чрезвычайно Голубеву Валерию Александровичу. Очень тактичный, очень грамотный, очень улыбчивый человек. Беспокоился о свитке. Был ему, по сути, отцом. Если бы не он, выжил ли свиток – большой знак вопроса. Валерий Александрович Голубев, я его вообще воспринимала как старшего брата. Потому что это был такой, вот с которым не очень часто общаешься, но всегда знаешь. Если надо, он всегда подставит свое плечо, всегда поможет. В составе группы депутатов я оказался в лагере, где проводились деловые игры. Одной из этих групп руководил Владимир Николаевич Соси. Дискутировали, спорили. Мне понравилась свою убедительность, аргументация, умение подходить к людям, разговаривая с людьми, чуть не показывая свое превосходство, свою религию. Он говорил, как обычный человек, но тем не менее, мне он понравился своей глубиной мысли. Прежде всего, это замечательные люди, талантливые. Это люди, которые любили свое окружение. И все свои силы, передачи талантов, учеба, свитковцев, вот это все было у них. Они работали с любым поэтом. Поэты — это сложные люди. У всех свои характеры. Каждый думал, что он более талантлив. И вот Владимир Николаевич умел найти подход к каждому. И вот это самое главное. Поэтому люди сюда шли и с удовольствием занимались. Его потом сменил настоящий друг, преданный друг Валерий Александрович Голубев, который продолжил его дело. Вот хотелось бы сказать о Владимире Николаевиче Сусе на такую вещь. Иной раз звонишь ему домой и жене говоришь, ой, ну передайте Владимиру Николаевичу, чтобы он вот сюда-туда пришел. Она говорит, да вы что, он забудет хлеб купить. А библиотеку прийти он никогда не забудет. Два поэта, два мира. Но, пожалуй, главные схожие черты Владимира Сосина и Валерия Голубева отмечают их коллеги — это любознательность и доброта. У обоих были большие сердца, способные любить, а значит и творить. Владимир Сосин возглавлял ЛИД объединения свиток с 1994 по 2005, пожалуй, в самое непростое время, когда не то, что писать стихи или прозу, выживать было сложно. Он умел найти подход к каждому, был инициатором проведения районного поэтического конкурса «Пасадская лира». Начинающим всегда давал совет с пониманием относиться к критике в свой адрес. Он был душой поэтического братства. Он очень много дал нашему литературному объединению. При нем начались вот эти вступления в Союз писателей России. При нем мы выходили на широкую сцену района и ходили выступать в школы, в библиотеки. И он очень правильно учил нас подходить к написанию стихов, очень правильно учил нас работать со словом. Он говорил, что нужно поменьше всяких красивостей пихать в стихи вот эти вот жемчуга, серебро и золото, а уметь передать вот эту красоту другими словами, но чтобы человек почувствовал и жемчуга, и серебряные росы, и золотое солнце. Близ столицы хлебосольной, древней памятью богат, колокольный богомольный город Сергиев Посад. С голубями и церквами, с позолотой и резьбой, как шкатулка с чудесами, он подарен нам судьбой. Портрет Владимира Сосина – это работа резчика Андрея Яковлева. По его словам, стихи Сосина – большой подарок для тех, кто неравнодушен к родному краю, к людям, к природе. Презент Андрея Яковлева в этот памятный вечер, конечно же, оказался творческим. На доске узнаваемые лица и места. У меня прям что-то в душе аж перевернулось, когда я читал стихи Сосина. Потрясающий поэт, конечно. У меня тоже есть маленький сюрприз, небольшой. Вот этот храм, он восстанавливался, и Александр принимал участие. Он до сих пор восстанавливается. Никольский храм – села Делюзин. Воспоминания Владимира Сосина, которые зачитывали свитковцы, перемежались с отзывами современников о творчестве Валерия Голубева. Но, пожалуй, главный подарок для поэтов и тех, кто неравнодушен к их творчеству – когда стихи читают дети, когда поют их песни. Жизнь как бы говорит – я продолжаюсь, и значит, продолжается память и поэзия. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.